Я это сразу тоже сказал, что украинцы подорвали Северный поток вместе с поляками, но просто я же все-таки работал на госслужбе, я представляю себе, как примерно эти все вещи могут, сейчас немцы наконец-то это все обнародовали, трех граждан Украины, которые подорвали газопровод, питавший Германию. И немцы после этого говорят, мы кого поддерживали все это время, вы что? Ну, если бы они подорвали там газопровод где-нибудь в Рязанской области, плевать, нам, то есть, газ шел нам, они его подорвали, пытались свалить на русских, у нас из-за этого, значит, расходы на электроэнергию квартплату, мы кого, мы террористов, что ли, поддерживаем? Я читал ответ германского правительства на запрос парламентской фракции альтернативу по этим делам. Там полный шок из Сирии. Кто такое мог представить? Но они признают, это сделала Украина с помощью Польши, страны и союзника по НАТО, которая помогла подорвать газопровод, идущий в Германию. Офигеть, понимаете? Это вот, ну, опять, с точки зрения технической, вот как вы бы скажете, прекрасная операция. Тут взяли и подорвали. А с точки зрения политики. Сейчас Германия объявляет, военную помощь пока прекращаем. Потому что, ну, мы не можем своим избирателям вот это вот все грубо продать. Ну, дураками надо быть просто, понимаете? Просто дураками. Я-то сразу понимал, что это Польша, потому что взрывчатки везли много. На границе задержали бы Евросоюз. А если взрывчатка, ну, как бы из самого Евросоюза, а самая близкая страна к Рюгину, откуда яхта стартовала к потокам, это Польша. Ну, то есть тут, в принципе, можно очень пазл-то сложить. И немцы это сейчас все документально подтвердили. И знаете, что самое интересное для меня? Я думал, откуда они вышли на эту яхту еще год назад? Потому что, понимаете, вышли, взяли там пробу взрывчатки на столе, яхта Андромеды. Значит, парламентская фракция спрашивает правительство, а вы откуда узнали? Они говорят, информация разведслужбы дружественной страны. То есть это на их языке означает, что это разведка какой-то страны НАТО сдала немцам-украинцев. Во! Понимаете? Ну, это что, не могли так сказать. Нет, до чего дошло, что, так сказать, насколько это все, вот эти вот их дурацкие шаги, то с газопроводом, то теперь с Курском. Вроде, как бы, приветствовать вторжение на российскую территорию, это врать самим себе, да, что это освободительная война, это вроде неудобно. Критиковать, скажут, а вы кого два года поддерживали тогда? Вы что, только что прозрели, что ли? Поэтому, если вы посмотрите брифинги Госдепа или немецкого правительства, там что-то все вот в таком состоянии. Дайте посмотрим, там, мы что-то пока... Ну, то есть политически, я еще хочу сказать, на долгую перспективу, они себя, конечно, посадили в крупнейшую калошу, абсолютно. Я не знаю, как они оттуда будут выбираться, но им придется вывезти войска, причем, я думаю, даже без особых усилий с нашей стороны. Ну, вывезти, если будет, что выводить, конечно. Ну, хотя, легко рассуждать, как оно там, опять же, на земле, это все по-другому. Конечно. Да, но вместе с тем, американцы до сих пор считают, что вложения в этот конфликт, это их самая лучшая инвестиция, наверное, за последнее, там, я не знаю, сколько времени. И для...